Микс Ньюс. Утро на Болткоме. И еще раз говорим доброе утро. Продолжается программа «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии, Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И наш гость во второй части программы, очень интересный, я думаю, что и нашим слушателям будет любопытно поговорить, генеральный директор АТА Центрс Янис Астахов. Здорово. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И вот это, насколько я понимаю, очень интересный вообще пример того, как мультифункциональная платформа объединяет в себя самые разные мероприятия. То есть в вашем центре могут проходить различные и выставки, и конференции, и концерты. То есть это обычно, ну вот мы привыкли, есть концертный зал, есть там какое-то офисное помещение, где, может быть, можно провести конференцию. А есть там, скажем, ну еще для каких-то там, не знаю, пообеды там в ресторане мы идем. Здесь вот как задумано это все объединить под одной крышей. Да, идея была создать такой центр, мультифункциональную платформу, которая объединяет в себя целую экосистему. Это та система, которая является пополнением каждого шага, любое действие этого здания, этого концепта. То бишь, как вы правильно упомянули, что это не только конференции, да, это разные блоки действий, то бишь, которые под себя включают также и спортмероприятия, выставки, концерты бутикового формата. Это также и выставки, да, это также семинары, форумы, также и разные мероприятия связаны, как фуд-фестивали, рынки, ну и всякое подобное. Откуда появилось название, вот, Аттоцентрс? Аттоцентр, само название появилось от муравьей, листерезов. Это, скажем так, самые инновационные муравьи этого рода, которые создают самые большие муравейники под землей. Эти муравейники составляют в Латинской Америке от 30 до 50 метров под землей. Так же, как и на воле, эти муравьи, скажем так, долго живучие, они живут до 15 лет. Вот, их экосистема была принята в многие наши процессы, которые мы вплачаем в работу, да, это работа в команде, да, это развитие постоянное, труд, ну и помогать друг другу. Сколько вообще планируется площадь и количество вот этих самых помещений в этом здании? Общее помещение, общее помещение АТ-центра составляет 22 700 квадратных метров. 22 000, так, я даже запишу. Из которых, скажем так, полезная площадь именно конференц-блока, да, общее составляет 5000 квадратных метров. Одновременно, скажем так, по новым стандартам, касаемо COVID-19, то мы можем провести мероприятие до 1000 человек, да, включая 1000 человек. Если мы берем старые, скажем, старые мерки до COVID-19, то наши на данный момент варианты есть по разным, скажем так, блокам, если разбить, но в театре, например, как есть посадочный вариант, как театр, тогда мы могли обслужить до 3500 человек, да. Это, скажем так, это общая площадь, которая составляет на первом зале. Глобально у нас есть возможность, скажем так, возможности 29 залов, да. Эти 29 разных помещений, которые в себя носят разные, тоже и размеры, да, начиная от 70 квадратных метров и заканчивая 1000 квадратных метров. Ну вот, также есть дополнительно у нас, скажем так, маленькие брейкауты, да, это маленькие дополнительные помещения, которые находятся на втором и на первом этаже, где их размеры составляют от 70 до 180 квадратных метров, да. А для чего они нужны? Это дополнительные помещения, где, если, например, группа составляет не более, там, 50-40-30 человек, есть и тоже маленькие группы, да. И именно, ну, они используются именно для таких форматов. Так же, как и для больших конференций, для больших конференций, которые происходят на мировом уровне, им нужны дополнительные комнаты, где некоторые переодеваются, скажем так, находятся артисты и так далее, так и прочим. Параллельно всему этому также и есть у нас в здании, например, 4 помещения гримерок, которые являются для артистов. Помимо площадей этого центра, конечно же, надо упомянуть, это, скажем так, парковочные места. Парковочных мест у нас 300 на, скажем так, на парковочном уровне. На первом уровне у нас есть, также подумано про автобусы. Таких являются 9 автобусных мест и еще 30 дополнительных мест на первом этаже. То есть можно буквально приехать, ну, если есть необходимость, на автобусах привезти зрителей и также увезти, если это вне Риги, например, какие-то желающие посетить. Да, такая возможность есть. И мы приняли решение, что до конца года на все мероприятия, которые у нас происходят, конференции, либо выставки, либо что, парковка является бесплатной. То есть это как ознакомительная, скажем так, такая программа, услуга, которую мы решили принять для того, чтобы людям было, скажем так, намного удобнее подъехать. И не надо заботиться о таких вещах, как парковки. Мы вот подходим к тому, какие вообще мероприятия в последнее время планируются. Я понимаю, что из-за ковида наверняка некоторые переносятся, но будем надеяться держать кулаки, что вся эта ситуация, ну, рано или поздно, она должна закончиться. И тогда заработает все в полную силу. Ну, я вот понимаю, что есть возможности поорганизовывать какие-то концерты, мастер-классы, там, футку, всевозможные форт-маркеты. Вот что в ближайшее время может происходить? На данный момент те мероприятия, которые организуем мы, помимо тех мероприятий, которые у нас, скажем так, называющие входящие, да, где клиенты приходят к нам и используют нашу площадку для своих мероприятий. И наше следующее большое мероприятие, на которое мы ставим очень большой удар, это наша детская выставка, объединенная со сладостями, да, где разного типа, скажем так, поставщики этого города, да, смогут себя показать, проявить свои мускулы, да, и себя зарекламировать для гостей Риги. Вот, наше следующее мероприятие, которое мы планируем, это уже, скажем так, выставочный блок продолжая. У нас получается, что мы концентрируемся на маркетинге, на дигитальном маркетинге, ну и также на арте-дизайне, да, эти концепты будут буквально озвучены сразу же после нашей первой выставки. И, конечно же, как вы упомянули, в связи с ковидом и тех ограничений, которые будут, возможно, будут некоторые коррекции, скажем так, коррекции введены. Почему? Потому что, как мы понимаем, если вдруг, скажем так, заражение возрастает, то некоторые другие меры принимаются от Минздрава, и мы, конечно, должны соблюдать эти формы. Ну вот, помимо выставок из наших своих блоков, также будут являться мероприятия, которые мы заработали с командой, это «Познакомься с ним ближе», это будет такое, скажем так, блоковое мероприятие, которое происходит не один раз, а частично. Это будет тот мероприятие, где мы сможем познакомиться с одной или другой звездой Риги, да, и просто пообщаться с ней и задать иные другие вопросы. Это, как, скажем так, семинарный блок, где просто в неформальной обстановке есть возможность задать те вопросы, где знаменитые люди Латвии иногда не могут ответить на камеру. То есть, это, я понимаю, что будет происходить в форме какой-то беседы за столами, то есть… Да, это именно является тем блоком, где люди, скажем так, в таком кабаре-посадке спокойно могут общаться в неформальных обстановках, обстановке для людей. А насколько, у меня сразу вопрос, там, это будут люди знаменитые из областей, там, шоу-бизнеса, политики, то есть это или это то и другое, то есть как будут определяться вообще, кто интересен публике, там, можно ли там сказать, а вот я бы хотел пообщаться, не знаю, там, с кем… Да, ну, тут, наверное, стоит добавить, что первое имя мы пока еще не анонсируем, но это будет из области шоу-бизнеса, да, и, конечно же, после первого мероприятия, я уверен, что наша команда по маркетингу и мероприятиям будет задавать те вопросы в наших социальных платформах, да, с кем бы вы хотели общаться со следующим человеком. Ну, это будут, скажем так, нарастающие мероприятия, которые мы просто будем делать с опросник, также, ну, и, исходя из тех желаний, которые люди будут задавать, мы будем выходить на контакт с теми людьми и, конечно, продолжать эту сессию. Ну, насколько можно задавать вопросы, ну, мы все понимаем, что людей, может быть, интересует, там, не знаю, личные отношения, вот, встречаетесь ли вы, там, с такой-то, такой-то особой, как там пишет «Желтая пресса», вот… Я думаю, что на этот вопрос может только ответить тот человек, который ведет нам в гости, но цель это или вся идея этого проекта – это то, что как раз задать те вопросы, может быть, не столько связаны с журналистикой, насколько просто задать те вопросы, которые, как я говорил, ежедневно мы не узнаем, да, что, например, человек кушает завтраком или о чем он думает ежедневно, да. Или как он шел на пути к своему успеху, какие секреты, может быть, да, вот у него есть. Ну, да, секреты или, там, какие-то, может быть, советы, как достичь одну или другую цель, ну, да. Я знаю, что также у вас в планах и открытие ресторана, то есть это, в принципе, становится, ну, я понимаю, такое местом развлечения, где можно… Да, сейчас на первой стадии мы развиваем именно проект «Лобби-бара», который будет закончен буквально в течение двух-трех недель. А, конечно же, и все остальное дополнительно этой экосистемы будет являться также ресторан на третьем этаже. Параллельно этому всему по всем мероприятиям у нас, конечно же, можно также снять офисы, да, это будет отдельная зона еще коворкинга. То есть, как я и говорил, это вся целая единая экосистема позволяет человеку просто прийти к нам и полностью отдаться полноценному циклу жизни. Почему? Потому что, как я и говорил, он может прийти к нам на работу, вечером спуститься на концерт, снять с нас конференцию, также пообедать, покушать, выпить чашку кофе, ну, и счастливым уехать домой. Осталось только гостиницу сделать, чтобы уже и уезжать не нужно было. А я понимаю, что концерты, например, или театральные, будет ли возможность театральные какие-то постановки привозить у вас, показывать? На данный момент у нас есть много организаторов, которые нас рассматривают именно как концертную площадку, но должен упомянуть сразу, что это будет более такого бутикового. Почему бутикового? Потому что размеры на данный момент позволяют нам проводить концерты до 2500, не более 3000 человек. Касаемо театральных постановок, что есть такая возможность, но это просто требуется, может быть, чуть более, чем обычный театральный зал, потому что, конечно же, поскольку это мультифункциональная площадка, она некоторые вещи, может быть, себе не позволяет в том размере, как позволяет себе обычный театр. Потому что, скажем так, аранжировка должна составляться, может быть, чуть раньше. Но это все возможно. А для того, чтобы проводить какие-то семинары, конференции, обычно все-таки требуются какие-то проекторы, экраны, еще дополнительное оборудование. Что из этого вы предлагаете? На данный момент вся техника или все оборудование, которое у нас находится в нашем центре, это предоставляется на конференции именно бесплатно до конца года. Каждый зал из больших залов, которые у нас есть, 3500 квадратных метров, он разделяется на три одинаковых зала по 1170-1200 квадратных метров. Эти три большие зала, они являются, скажем так, главными этого центра. И они оборудованы, каждый из них оборудован 40 квадратных метров лайн-панельной стенкой, также звуком, микрофонами. Ну и все, что касаемо конференциального блока, это мы предоставляем. Также один из больших залов, он разбивается на пять залов чуть размером меньше, по 400, по 300, по 200 квадратных метров. И эти залы оборудование именно лазерной проекции. Панасоник 20 тысяч люмен. И это же, конечно, тоже представляется бесплатно. В вестибюле первого этажа, как мы его называем, это холл 1, у нас есть очень большой, я должен вам сказать, самый большой дигитальный экран в Балтии. Это 110 квадратных метров ледовое помещение, которое разукрашивает 150 квадратных, не 150 метров, именно по длине. И эта ледовая стенка, она делится на три разные экраны, которые можно использовать в цели рекламы в своих мероприятиях. Можно ли договариваться, я понимаю, там не на день, а на полдня, если там есть необходимость, например, ну вот не требуется это на целый день? Да, касаемо именно конференц блока, то есть, скажем так, два фрагмента, как мы рассматриваем. Есть на полный день, который является в течение девяти часов, есть полудень, как говорится, до четырех часов. Касаемо, извиняюсь, концертов и всего остального, то есть, скажем так, такс начинается до четырех часов, и потом можно по часовой добрать уже те необходимости, которые необходимы. Но по-большому, да, либо мы берем на целый день, либо на полдня. Ну, очевидно, для концертов все-таки это не только ведь время концерта, это необходимо, и установить аппаратуру, может быть, артисту нужно как бы провести репетицию тоже днем, то есть, я понимаю, что там имеет смысл, наверное, на день, да? Ну да, в таких случаях обычно просто есть концерты разного формата, да, некоторым, скажем так, поставить сцену и все сделать занимает, может быть, полдня, а некоторым целый день. Но это все говоримо, это все можно договориться. Конечно же, есть и саундчеки и так далее, поэтому это все можно договориться и провести это на более хорошем уровне. Вы вообще позиционируете себя как самый большой конференц-центр в Балтии, вот действительно это так и есть? Да, мы до открытия нашего центра проявили очень большой путь по Балтии, не только по Балтии, по миру, скажем так, рекламировая себя. И на данный момент мы в Балтии единственные именно как конференц-центр в такого размера, и я думаю, что ближайшие пять лет, я думаю, так и все останется, ничего не поменяется. Есть, конечно, проект один был в Таллине, где компания Таллинг, а также с Таллингской думой и государством планировали инвестировать в их небывший сити-холл, но это не произошло в связи с ковидом. Но я думаю, что сейчас, скажем, возрастание экономики не будет такое быстрое, поэтому это нам дает свое преимущество. То есть получается так, что вы успели до ковида это сделать, и сейчас уже как бы нужно наращивать обороты. Насколько вы смотрите с оптимизмом в будущее, учитывая, что, с одной стороны, уменьшилось количество, понятно, концертов, каких-то массовых мероприятий, но, с другой стороны, люди, может быть, уже и стасковались, и хочется им как-то выйти, получить какие-то эмоции, не только на экране, там, видя артиста. Я знаю, что многие артисты устраивали там концерты в интернете, но одно дело увидеть артиста, который под гитару там поет из дома, а другое дело на концерте со звуком, с сопутствующим ансамблем. То есть это, в принципе, совершенно другое впечатление. Да, ну, конечно же, в связи с ковидом и мы потерпели, потому что изначально дата открытия у нас была в марте, но и в связи со всеми, скажем так, происшествиями, мы просто решили это все чуть-чуть, скажем так, отложить на те даты, когда это будет более возможно. По нашему сегменту, конечно, ударило более всего, да, и, наверное, можно сказать, что в тот момент, когда это произошло, многих, так же, как и у меня, в том же числе, появился вопрос, ли вообще это надо было делать, да, такого именно, такой проект, такого размера. Но сейчас, выходя из всего этого, извиняюсь, сейчас, исходя из всего этого, я думаю, что это будет полностью другой объем, и мы будем первые, которые о себе заявили, я думаю, что это будет большим преимуществом. Касаемо мероприятий в онлайне, конечно же, да, эти мероприятия, они происходят, но я, наверное, складываюсь к большинству народу, который все-таки любит живое представление, да, потому что дигитально оно хорошее, да, мы это все прошли, я не думаю, что это тот продукт, который вытянет очень далеко, да, я думаю, я больше ставлю оценку, наверное, на гибрид мероприятия, да, где все-таки люди могут и прийти вживую, и также, скажем, пополнить ее дигитальной возможностью. Вот запросы на такого рода мероприятия сейчас, я понимаю, что ваше преимущество – это именно то, что вы предлагаете самые разные формы, то есть это может быть и выставка, и марки, то есть там тут же организованы продажи, и концерты, и не будет ли мешать вопрос вот одно другому, то есть вот как вот так, чтобы разграничить эти потоки, то есть если в один день будет происходить несколько мероприятий? Нет, знаете, технологически центр для этого готов, потому что все, допустим, перегородки и материалы, которые были использованы на постройке этого центра, они были предусмотрены со своей звукоизоляцией, да, те двери, передвижные двери мультифункциональные, которые разделяют первые, допустим, три зала большие, да, являются очень звукоустойчивыми, да, они поносят 48-50 дБ, да, об этом предусмотрено, об этом мы как бы продумывали в тот момент, когда сам центр строился. И между собой, я думаю, это будет вот та, эта система, о которой мы рассказывали уже в самом начале, говорили, потому что все-таки одна другому, я думаю, будет помогать, потому что человек сможет прийти нам не только на концерт, но также прийти к нам потом на конференцию, провести свой семинар, также у нас пообедать, выпить чашку кофе, но и довольны мы их. А сейчас мы видим, что все-таки лето заканчивается, осень, впереди зима, вот с одеждой как обстоят дела, с гардеробом? С одеждой хорошо, гардероб есть, гардероб есть на тысячи мест, так что с гардеробом особенных проблем нет, но поскольку у нас помещения позволяют намного больше, если вдруг одновременно находится в зале больше человек в центре, то, конечно, есть еще дополнительные помещения, которые можно, скажем, очень быстро переделать под то количество, которое необходимо, именно под гардероб. Если вдруг будут проходить, например, какие-то выступления действительно артистов, им требуются гримерки там и там место отдыха, это тоже вот можно организовать, получается? Да, это можно организовать, на данный момент мы имеем 4 гримерки побольше, вот, ну, дополнительно можно сделать, вот, конечно, из-за этих каждой комнаты можно дополнительно сделать тот объем гримерок, который необходим, если вдруг, например, у нас приезжает группа побольше, да, выступает, то, конечно же, это можно предоставить, это не проблема. Билеты на ваши мероприятия, каким образом они распространяются и как их приобрести? Сейчас на наше первое мероприятие, которое будет происходить 23-24 октября на выставку сладостей, то это можно будет купить на портале Billish Paradee, да, ну, со временем, идя вперед, следующий, конечно же, шаг развития, это будет уже, можно будет и купить уже с наших платформ, да, именно atacenter.com, но сейчас, на данный момент мы используем те платформы, которые уже существуют в городе. У нас нету, скажем так, мы не, скажем так, мы не срабатываемся только с одной платформой, просто на это мероприятие решили попробовать именно Billish Paradee, ну, и, соответственно, сейчас работаем с ним. Ну, если вдруг приезжает человек напрямую к вам, то можно купить на месте? Да, также, так как и билеты, можно будет купить у нас на месте, при входе будут отдельные кассы и отдельные люди, которые смогут это предоставить. Мы как-то упустили адрес, куда же все-таки нужно будет приехать, потому что мы все говорим, говорим от центра, где он расположен и как добраться до вас. Ну, это, наверное, тот адрес, который все должны запомнить с этого момента, это Красто, улица 60. Это тот адрес, который, он на это место находится между центром Вольксвагена, на улице Красто и центром Пежо. Если вдруг кто-то будет добираться на общественном транспорте, там тоже, да. Есть автобусная остановка есть прямо перед центром, которая ведет в сторону центра, так что такая возможность есть. Помимо всего этого, можно приехать там на велосипеде, погода нам, у нас это позволяет. Есть отдельные парковочные места для велосипедов у нас внизу. Ну, и также, конечно, можно и трамваем потом пройти через парк, потому что возможности на общественном транспорте приехать к нам есть. Ну, и помимо всего остального, если даже использовать такси, то эта сумма не будет составлять с центра от более 5 до 7 евро. Вот что касается мероприятия 23 до 4 октября, может быть, там тоже вы не могли бы рассказать чуть-чуть подробнее о том, что будет предложено, какие возможности, сколько будет участников? На данный момент количество участников разрастается, потому что все-таки принимают решение в последний момент. Будут предоставлены разные блоки, именно направления, можно сказать, развития детей. То бишь это будет спорт, это будет развлекательный сегмент, это будет инновационный сегмент, работик, скажем так, IT. Также будет происходить отдельная отрасль, которую мы планируем. Это будет уже более посещено развитию детскому. Но вот эти отрасли, это все будет себя объединять под одной крышей. Конкретных имен мы пока не будем говорить, потому что пусть это останется, я не скажу секрет, но не загадкой, но это уже для тех людей, когда приду, чтобы для них это было позитивно и приятно. Возможности для коворкинга, вот вы упомянули, насколько здесь тоже какие предложения? Да, по поводу коворкинга, на данный момент мы разрабатываем полный, скажем так, полный концепт, потому что сейчас в связи с ковидом все чуть-чуть поменялось. Если до этого коворкинг-концепт был больше, скажем так, объединенный, то сейчас мы его будем чуть-чуть переделывать именно на индивидуальный, потому что все-таки тренд коворкингов, он есть, он интересен, но просто сейчас чуть-чуть поменялось, поменялись люди, как они думают. Если раньше мы хотели все работать за одним длинным столом, то сейчас люди больше хотят все-таки работать индивидуально в маленьких комнатах. Поэтому мы приняли решение переделать этот блок чуть иначе. Он будет. Ну, то есть это будут какие-то скорее уединенные маленькие помещения для того, чтобы была возможность не мешать друг другу, ну и для безопасности посетителей. Вот опять-таки протокол санитарный, вот как сейчас в связи с ковидом безопасность соблюдается? Да, у нас разработан очень хороший протокол, называется АТТАКЛИН. Это тот протокол, который мы разработали на протяжении всего лета, скажем так, сотрудничая с Минздравом, так же, как и СПКЦ. Это те меры предохранения, которые позволяют нам проводить мероприятия на хорошем уровне, при всем том, сохраняя все меры здоровья. То бишь, конечно же, это дезинфиксация, при подаче еды мы все делаем сервировано, общих буфетов таких уже не существует, все идет индивидуально, порционно. В отельном бизнесе это называется silver service. Это именно серебряный сервис, который предоставляют уже даже при больших буфетах, это наши повара, которые вам будут делать все порционно и так далее. Так что это предусмотрено. Эта программа уже введена, как пару недель тому назад, и мы очень жестко к ней, скажем так, придерживаемся. Потому что все-таки самая главная вещь, это чтобы те люди, которые нас посещают, все-таки остались довольны, ну и также при всем этом не пострадали от вирусов. Сколько, получается, человек может одновременно принимать от Центр, учитывая, ну вот, что могут происходить и мероприятия и днем, и вечером, и могут быть самого разного. То есть, вот какая прогнозируемая, вот, ну, наибольшая такая проходимость. Ну, тут, наверное, сказать, что одновременно в Атоцентре могут находиться, я бы сказал, в одном мероприятии 5000 человек. Это по старым меркам до ковида. Сейчас мы не можем более 1000 человек, потому что это те указания, которые нам выдвинул Минздрав. Поэтому мы пока соблюдаем 1000, но максимальный мускул нашего здания – это одновременно до 5000 человек. Это тот объем, который мы можем одновременно у себя принять. И, конечно же, это можно сделать в разные подходы, да, если там утренняя смена, грубо говоря, и вечерняя смена, то, конечно, мы это все умножаем на 2. Если еще есть ночное мероприятие, ночное мероприятие, ну, конечно, это уже умножаем на 3. А у ночные тоже есть такая возможность? Да, на данный момент разрабатывается блок тоже и вечерних мероприятий, потому что, как вы правильно говорили, что люди все-таки, наверное, соскучились по мероприятиям, да, и потому что в Риге более очень долгое время много чего не происходило. Если происходило, то в очень маленьком форматах. И, конечно же, я даже по себе свяжу, что город Рига, да, он раньше был очень-очень живым городом, да, он очень был живым, его все знали, он был, я бы сказал, лидером, да, именно ночной жизни Латвии. Сейчас это где-то, конечно, утихло, и мы стали поздрослее. Но, ну да, есть отдельный блок, который мы сейчас разрабатываем. Я предполагаю, что в течение октября, середины ноября мы сможем тоже огласить именно блок ночных мероприятий. Что касается вот фудмаркета, я понимаю, что ближе к Новому году это тоже станет актуальным. И вот здесь что будет происходить? Как раз именно фудмаркет, это будет отдельное направление, которое мы будем развивать. Начнем мы именно с новогоднего мероприятия, да, где можно будет купить себе маленькую безделушку или кому-то какой-то подарочек на Новый год. Но ведь уже приближаясь, опять же, к теплому сезону, да, это будут разные фудфестивали. Это блок, это будет блок мероприятий, которые мы сразу же анонсируем. Это будут разные тематики стритфуда, да, и будем развивать именно это направление. Но это более же к тому времени, когда будет чуть теплее. Но начнем мы уже с этого года в декабре, как говорится, перед Новым годом. Где следить за программой мероприятий? То есть я понимаю, что можно, наверное, там на Белешево-Парадизе заходить, там, может быть. Но чтобы увидеть вот сразу всю программу, что в ближайшее время, чтобы не пропустить ничего. Ну, думаю, что самая лучшая платформа для этого будет Инстаграм. Это Атоцентр, можно ее очень легко найти. Также Фейсбук, это те две площадки, на которые будет ставить удар. Наш домашний сайт сейчас находится, скажем так, в последней фазе разработки. И, конечно же, это будет наш домашний сайт, который будет тоже распространять всю информацию. Это атоцентр.ком. Личный вопрос. Вот как стать директором, генеральным директором такого большого центра? То есть какие требовались качества от человека? И вот насколько сложно управлять этим муравейником? Качество? Качество. Ну, наверное, как стать? Это, наверное, упорный труд. Правильное отношение к работе. Лояльность. Пунктуальность. Ну, это надо те пару вещей, которые должны быть в кармане у человека, который себя называет генеральным директором. Но по большому счету, наверное, это стремление к этому. Это стремление достичь чего-то и понимать, что хочется в этой жизни вообще, грубо говоря, достичь именно для себя индивидуально. Я к этому шел очень много лет. Это была моя цель. Я ее, скажем так, достиг. Ну, я этому посвятил свои 20 лет. Чтобы стать генеральным менеджером не именно такого центра, но именно генеральным менеджером, а именно такого сегмента. И у меня это ушло до 20 лет. Ну, я понимаю, что это еще и вопрос коммуникации. Необходимо коммуницировать с людьми на разных языках, включая там не только государственный русский, но и английский. И каким-то образом убеждать. Ну, приходится. Я должен сказать, что да, я общаюсь свободно на четырех языках. Английский, русский, латышский и шведский. Чуть-чуть знаю арабский, чуть-чуть знаю тайский. Поскольку жил по всему миру, то да, есть некоторые навыки этого языка. Но это, наверное, опыт, потому что я считаю, что в Латвии такого опыта не набраться. У нас просто слишком маленький рынок для этого. Но приходится выезжать, учиться, смотреть. Потому что, скажем так, Латвия, мы идем в ту сторону, да, скажем так, правильное направление больших кооперативных компаний. Но мы еще не там. Поэтому приходится уезжать, учиться. Я уехал в 2009 году, вернулся недавно. Вот за это время я работал в Таиланде, работал в Дубае, чуть-чуть в Абу-Даби. Выучил себя в Швеции. Так что покатался по миру. Ну, и за счет этого, наверное, набрался этого опыта. И тут пришла хорошая синергетия, синергия вместе с инвесторами. И они меня нашли, я их нашел. Мы сработались уже в 2016 году. Ну, и я потом был приглашен уже именно на этот центр. А вообще в мире сколько такого рода центров больших существует? Насколько, ну, вот это популярно, вот как такой глобальный? Каждый город в себе, скажем так, подозревает хотя бы один такой центр. Мы не являемся на мировом рынке, мы не являемся очень большими. Да, у нас самый, мне кажется, ближайший у нас в Кракове находится. И тот тоже 3500 квадратных метров полезной площади. Но, по большому счету, все большие страны, все большие города имеют хотя бы один большой конференц-центр. Правда, должен сказать, что это не настолько мультифункционален. Да, это просто, скажем так, стандартный либо выставочный центр, либо конференц-центр. Но все большие города Европы такое имеют и на это ставят упор. Ну и, наверное, уже вот подводя итоги, последний вопрос. Почему именно к вам нужно будет приходить, я имею в виду, как зрителей, так и, может быть, вот тех, кто собирается организовать мероприятие? Почему, что именно в вашем центре такого, что нельзя будет получить в другом месте? Это, наверное, отношение к работе от нашей команды. Это мы заботимся наших гостей от и до, потому что мы использовали подход отельный. Это именно тот подход, где гость является одним из самых главных элементов нашего концепта. Также мы намного развитее, чем многие другие стандартные конференц-залы. Это мы дигитальные, мы инновационные. И у нас буквально на данный момент та техника, которая у нас находится, она самая продвинутая, которую сейчас можно взять. Ну и, наверное, третий, можно сказать, это экосистема, где человек может не только прийти на конференцию, но также может прийти к нам и на чашку кофе, пообедать у нас, а прийти к нам на концерт, на фуд-маркет, ну и подобие. Ну что же, спасибо огромное. Янис Астахов, генеральный директор АТО-центра, сегодня был в нашей студии. Мы еще раз напомним, что следить за мероприятиями удобнее всего через социальные сети, Инстаграм и Фейсбук, набирайте АТО-центр, и вы узнаете о самых ближайших мероприятиях. Спасибо вам, удачи в вашем бизнесе и, надеемся, до новых встреч. Спасибо вам большое. Хорошего дня.